Важное событие для культурной жизни Красноярска. На предмостной площади откроется новая галерея. Местное отделение Российской Академии Художеств освободило одно из рабочих помещений, чтобы оборудовать там выставочный зал. Уже в эту пятницу там пройдет первая большая выставка работы, сразу Зураба Церетели. Вход в новый музей свободный, первым с экспонатами сегодня познакомился Денис Денисов. На правом берегу стало на одно выставочное пространство больше. Здесь на предмостной площади в конце недели заработает галерея Академия. Здесь пока нет вывески, но нам одними из первых удалось побывать внутри. Сейчас в это трудно поверить, но еще недавно в этом помещении была бухгалтерия и библиотека. Пространство полностью перестроили и от стен остались только опоры. Все для того, чтобы увеличить ощущаемое пространство. Галерея называется Академия, но это не означает, что здесь будут выставки только академиков. Я думаю, что будут выставки совершенно разных форматов. И выставки авангардные, они уже тоже в плане стоят. И выставки, посвященные соцреализму, который уже ушел из нашей истории, ушел вместе со страной. Но, тем не менее, интерес к нему есть, потому что это действительно какая-то большая веха, которая определяла вообще развитие изобразительного искусства в нашей стране. Интересная деталь, что новое помещение Российской Академии Художеств открывается выставкой ее президента, того самого Зураба Церетели. И специально по этому поводу он подарил Красноярску 25 своих работ. Несмотря на его 85 лет, это художник, который каждый день работает в мастерской. Учитывая его загруженность, учитывая, что он посол мира ЮНЕСКО, и что он постоянно ездит по всему миру. В массовом сознании Зураб Церетели почему-то воспринимается исключительно как скульптор-монументалист, но его талант гораздо многограннее. И, например, Красноярская экспозиция в основном посвящена шелкографии. Здесь есть легкая эротическая тематика, сочные грузинские образы и зарисовки кипучей тбилисской жизни. И если присмотреться, то на каждой работе можно найти вот такое обозначение. Здесь, например, 17 из 20. Это означает, что всего оттисков этой работы существует 20 штук. Все они считаются оригиналами, а Красноярску достался номер 17. Выставка уже полностью смонтирована и готовится к открытию. Оно назначено на пятницу 8 февраля. С этого дня она будет работать каждый день, кроме понедельника. Вход свободный. Денис Денисов, Павел Иваницкий, 7 канал.